Дарья Шведова Но живым его больше никто не увидит. Спустя месяц поисков тело подростка нашли в 10 метрах от дома, закопанным в огороде соседа. На голове подростка следы от топора, предполагаемого виновника отправляют в СИЗО. Там его вскоре находят с повешенным. В июле происходит еще одно страшное преступление. Школьница из садки ушла из дома ко врачу. Болел зуб. После приема отзвонилась родителям, что идет домой, но туда так и не добралась. Спустя несколько дней поисков тело школьницы нашли в лесу. По версии следствия, 42-летний мужчина ждал ребенка возле небольшой речки, после оттащил в кусты, где и убил. Тело присыпал землей и травой. Известно, что ранее мужчина уже был судим. Причем трижды. Девочку похоронили в родном городе. Она мечтала увидеть Париж и его главные достопримечательности. Накануне смерти мама купила дочери кошелек с любимой неихливой башней. И с нового июля в Магнитогорске пропадает 16-летняя школьница. В полицию с заявлением о пропаже обращаются родители девушки. Позже выясняется, что убить ее мог 18-летний знакомый. По версии следствия, они поссорились в квартире. После предполагаемый преступник убил школьницу, а останки разбросал по городу. Сам же опубликовал в одной из соцсетей видео, что сильно болен. Мол, как мог убить тот, кто почти не встает с кровати. Но это не помогло и парня отправили в СИЗО. И без преувеличения самое обсуждаемое происшествие этого года. Гибель голой россиянки в Доминикане. В начале октября уроженка Златоуста поехала в республику с подругой. Там они в машине решили развлечься. Девушка высунулась из окна движущегося автомобиля в обнаженном виде. Все происходящее подруга снимала на камеру мобильника. И вот это видео с пометкой 18+. Девушка немного пританцовывает, не замечая дорожный знак. В этот момент происходит трагедия. Она ударяется об столб головой. Итог больница, а после смерть. Тело женщины доставили на родину за счет страховой компании. Ее похоронили в Златоусте. Это далеко не первое происшествие с южноуральцами за границей. Вот эта челябинка Марина Логинова получила тяжелую травму головы на острове Ко Чанг в Таиланде. Она каталась с супругом на велосипедах, но на крутом спуске у двухколесного транспорта отказали тормоза. Девушку доставили в местную больницу, а после спецбортом привезли в Челябинск. Там она находится до сих пор без сознания, но уже вышла из комы. В конце июля профессор кафедры биохимии Госуниверситета физической культуры Елена Львовская попала под колеса авто на Кипре. За рулем была местная жительница. Челябинка просто переходила дорогу. В результате аварии она получила многочисленные травмы и впала в кому. В конце августа пострадавшую доставили в Челябинск. В этом году Госдума приняла закон, который не оставил равнодушных ни в одном регионе страны. Парламентарии проголосовали за ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными. И теперь живодеры могут провести за решеткой не два года, как раньше, а пять лет. Для зоозащитников эта новость без преувеличения одна из самых ожидаемых. Ведь каждую неделю всемирную паутину заполняли целые серии снимков с искалеченными животными. Субтитры создавал DimaTorzok В этом году в регионе произошло свыше 4000 ДТП. Приведу еще несколько данных. В авариях пострадали более 5000 человек. 336 погибли. В ГИБДД заявляют, по сравнению с прошлым годом ситуация улучшилась. Но не колоссально. А теперь о делах судебных. Сотни южноуральцев отправились отбывать наказание за убийства, разбой и коррупцию. Вот, к примеру, событие для России действительно неординарное. Впервые в истории сенатора отправили за решетку. Я говорю об экс-представителе Высшей Палаты Парламента Константине Цыпко. А это, как выяснилось, в этом году любитель банкетов и осетров, бывший мэр Копейска Вячеслав Истомин. В этом году его тоже отправили за решетку. О самых резонансных заседаниях Мария Агеева. Июнь. В Копейске вынесли приговор экс-мэру Вячеславу Истомину. В суде бывший чиновник держал в руках иконы и молился о чуде, пока зачитывали приговор. За то, что брал взятки банкетами, осетрами и дорогим вином, Истомина отправили за решетку на 4 года и 6 месяцев. Июль. В суде Тракторозаводского района судят Вадима Есипова. В СМИ его прозвали Маньяк с ЧТЗ. В его деле 39 томов, а на счету 9 жертв, трое из которых дети. Самый шокирующий случай произошел с 7-летней девочкой. Мужчина познакомился с ней на детской площадке, после завел в гаражи и совершил насильственные действия сексуального характера. После пытался скрыться, но его задержали в аэропорту Екатеринбурга. Уроженцы от Таджикистана судили по нескольким статьям. Среди них изнасилование, насильственные действия сексуального характера, умышленное причинение легкого вреда здоровью и покушение на убийство. В итоге Есипов проведет за решеткой 23 года. Известно, что у него остался сын. Август. И беспрецедентный случай. Экс-сенатору Константину Цепко вынесли приговор. Скандальный финал скандального уголовного дела. Цепко стал первым сенатором, которого лишили неприкосновенности, и первым, кто получил реальный срок. Приговор зачитывали почти 10 часов. Дважды объявляли перерыв. Так вот, экс-представитель Верхней палаты парламента проведет за решеткой 9 лет и выплатит 70 миллионов рублей штрафа. Такое наказание назначил суд Озерска. Напомню, Цепко обвинили в получении взятых. Снова август. Приговор выносят опасному преступнику Сергею Рудиковскому. Его уголовное дело словно писали сценаристы. Рудиковский осужден за мошенничество, грабеж, разбой и убийство. Теперь в его криминальной биографии появилась новая статья «Побег». Сбежал он из Челябинского СИЗО в форме полковника. Добраться ему удалось до МИАСа. Там, в одном из торговых комплексов, его и поймали. Он проведет за решеткой 23 года. В сентябрь стартует громкий процесс по делу Эйра Дэвида Лэнга. По версии следствия, американец снимал фильмы для взрослых с участием несовершеннолетних. Причем выступал он не только в качестве режиссера, но был оператором, а иногда даже и актером. Мужчина вел двойную жизнь. Был банковским служащим для своих, а вот вечером снимал особенное кино. Теперь за такой досуг ему грозит 15 лет. В этом деле точка еще не поставлена. Мария Агейва, ОТВ Ну и в завершении выпуска покажем вам самых эпатажных южноуральцев. Смотрим без комментариев. Что выпивали? Водку. Во сколько? Ну часов в 7 утра. Много выпили? Ну с пол-литра выпили. И поехали в город Копейск? И поехали в Копейск, да. Потом что произошло? Потом произошло ДТП. По причине? По причине моей, походу, дела. Вот мамы ругаемся каждый день. Вот я... То, что вы употребляете наркотические средства? Просто я ее раздражаю. Вот она приходит, говорит... Просто раздражает. Я с периферийными каналами никакого контакта не имею. На этом у меня все. Желаю, чтобы в следующем году вы никогда не становились героями нашей рубрики. Счастливого Нового Года. Увидимся в 2018. Субтитры подогнал «Симон»